Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщи Ди, добро пожаловать в новое видео! Если тебе интересна тема криптовалюты и ты здесь впервые, удели несколько секунд, чтобы подписаться на канал. Здесь мы каждый день говорим о новостях и событиях из мира биткоина и альткоинов. Я думаю, что буду прав, если скажу, что все проекты, о которых мы сегодня поговорим, окажутся взрывными в будущем. Это Ethereum, Polygon Matic, Solana, Immutable X и так далее. Все эти проекты сейчас показывают значительное ускорение роста активности своих пользователей. Почему же я думаю, что они взорвутся? Все потому, что активность в DeFi и NFT индустриях бьет все рекорды и растет параболически. Более миллиона человек совершили хотя бы одну транзакцию на самом популярном рынке NFT OpenSea. NFT уже никуда не денутся. Мне интересно, кто-то из вас держит NFT? И если да, то какие? Напишите в комментариях. А теперь перейдем к контенту. Хочу показать тебе целый ряд свежих событий, которые показывают нам, что несмотря на падение курсов криптовалют, конкретно эти монеты развиваются и обновляются сумасшедшими темпами. Я знаю, это сейчас не сказывается на их курсе, но в долгосрочной перспективе обязательно скажется. Например, NFT рынок OpenSea покупает производителя Ethereum кошелька Harmo Labs. Эта покупка поможет торговой площадке значительно упростить покупку, продажу и выпуск токенов NFT. К чему это приведет? Это приведет к открытию рынка NFT еще большему количеству пользователей. И хотя, как мы уже говорили, больше миллиона человек уже использовали OpenSea хотя бы один раз в жизни, мы понимаем, что это еще не конец. Эта цифра продолжит расти. Райан Уоткинс пишет, я думаю, ты даже не представляешь, какое безумие сейчас происходит на рынке NFT. Действительно, посмотри на этот график, как он взрывается. Но самое сумасшедшее заключается в том, что весь сектор NFT легко может вырасти в 10 раз и при этом все равно оставаться каплей в море на фоне всей капитализации криптовалюты. Ведь рыночная капитализация NFT составляет всего 12 миллиардов долларов, а рыночная капитализация всей криптовалюты 2 триллиона долларов. Так что если рыночная капитализация NFT вырастет в 10 раз до 120 миллиардов, она все еще будет маленькой по отношению ко всей рыночной капитализации криптовалюты. Я думаю, что большая часть зрителей этого канала никогда не проводила ни одной транзакции на OpenSea. Можно было бы хотя бы ради интереса попробовать. Однако, хоть я и считаю, что рынок NFT ожидает большой взрыв в будущем, может случиться все что угодно. И многие люди уже сейчас говорят, смотря на этот график, что это уже вершина. Это пик, пора продавать и уходить. Что ж, они говорили так на каждом скачке. На каждом этом скачке они говорили, что это пик. Везде, где был скачок, люди говорили, что это вершина. На самом деле, рано или поздно мы действительно увидим пик NFT. Ведь бывшие рынки сменяются медвежьими, наоборот. Но когда я вижу подобные вещи, какие описаны в этой статье, я не могу не верить в то, что эта индустрия будет еще больше, а криптовалюты, вовлеченные в нее, будут чувствовать себя отлично. NFT рынок от Coinbase, который еще не запущен, но скоро его запустят, будет поддерживать MasterCard и обычные банковские карты MasterCard. Coinbase заключил партнерство с MasterCard для того, чтобы приблизить массовое принятие NFT. После этого любой пользователь банковской карты MasterCard сможет покупать NFT на рынке Coinbase. Что вообще происходит? Прямо на наших глазах строится совершенно новая инфраструктура, и при этом некоторые люди все еще распространяют панику и упаднические настроения. Но однажды они проснутся и поймут, что NFT стали неотъемлемой частью жизни. Их друзья будут владеть NFT. Компьютерные игры будут поддерживать NFT. Ты сможешь играть и зарабатывать токены, которые можешь продать на рынке. В социальных сетях, например, тоже будут аватары NFT. Я просто хотел рассказать тебе, что инфраструктура для этого строится прямо сейчас, и она приближает нас к метавселенным. И партнерство Coinbase с MasterCard это первый кирпичик. Майкл Джордан и фонд Multicoin поддержали NFT-компанию Metaplex, построенную на блокчейне Solana. Раунд инвестиций привлек 46 миллионов долларов, и в этой сумме есть деньги самого Майкла Джордана. Поток денег в экосистему Solana продолжается, и Metaplex это протокол, на котором создается множество NFT в блокчейне Solana. Как мы видим, он находит поддержку среди очень известных людей и привлекает множество денег. А все благодаря тому, что экосистема Solana через Metaplex нацелена в будущее метавселенных. Недавно мы говорили о Вальмарте, который заполнял несколько заявок на торговые знаки. Puma делает то же самое. Были обнаружены заявки от Puma на создание новых торговых знаков. По этим знакам мы понимаем, что Puma хочет залетать в метавселенную и продавать собственную цифровую NFT-одежду в ней. Adidas, Nike, Walmart, Puma, все больше и больше громких имен заходят в NFT и метавселенные. Интернет-журнал Time Magazine интегрировал на свой сайт кошельки. Теперь ты сможешь присоединить к ним свой метамаск. Думаю, что в будущем все больше веб-сайтов будут делать то же самое. И даже протоколы второго слоя, такие как Polygon Matic, продолжают расти. Polygon активирует в основной сети обновления EIP-1559. Что это значит? Это практически то же самое, что мы видели с Эфиром. В свое время, после похожего обновления, Эфириум начал сжигаться с каждой транзакции. Правда, в случае с Polygon это обновление немного другое. И подразумевает собой сжигание некоторого общего предложения токенов Матика ежегодно. А именно 0,27% общего предложения токенов Матик. Вот почему я думаю, и это только мое мнение, а не финансовый совет, что Polygon в будущем будет взрываться. Я также верю в такие протоколы, как Cardano. Они уже запустили смарт-контракты и завтра запустят первую на блокчейне Cardano децентрализованную биржу. Также я слежу за Solano и Эфириумом. Ну и конечно же биткоин. Ведь огромный бычий флаг для биткоина только что был поднят. Компания Intel готовится представить экологически дружелюбный майнинг-чип для биткоина. Гигант процессора строения готовит ультра-низковольтажный чип для добычи биткоина. Это очень хорошо для озеленения биткоина, а также построения здорового нарратива о биткоине среди людей. Фактически биткоин вдохновляет компании на поиски решений, построенных на возобновляемых видах энергии. Кроме того, чем зеленее биткоин, тем выше шансы, что Тесла вернет его в качестве оплаты. Вот это меня очень удивило. Торчейн теперь поддерживает DoggyCoin. Это значит, что теперь собака монета может свободно гулять в сети торчейна и, как следствие, получить доступ к миру DeFi. Это отличные новости для обеих криптовалют, так как они увеличивают базы их пользователей. Соответственно, и спрос тоже будет расти. Бинанс продолжает оставаться лидером среди всех криптовалютных бирж. Недавно они сожгли Бинанс коины на сумму почти 800 миллионов долларов. Общее количество сожженных монет за всю историю уже сократило общее предложение монет Бинанса на 1,7 миллиона Бинанс коинов. Это хорошо, потому что дефицитность Бинанс коина растет. А значит, при росте спроса его цена тоже будет расти. И, наконец, очень интересная новость о том, что Lamborghini будет заходить на рынок NFT. Компания представила новый тизер, в котором есть на это намек. Похоже, они готовятся познакомить своих клиентов с NFT. В конце ролика мы видим надпись «Луна приближается к чему-то крутому», а затем уточняется «Приближается к NFT Pro». Итак, пока рынок стагнирует, на самом деле он быстро развивается. Новые майнинговые чипы для биткоина, новые крупные бренды и имена, что заходят в криптовалюту и так далее. Вот что происходит с крипторынком за кулисами. Я надеюсь, что ты используешь эту возможность, ведь падающий рынок – это идеальное время для накопления активов, чтобы потом во время следующего бума сделать сказочные богатства. Ты можешь быть ранним инвестором на протяжении ограниченного времени. Например, интернет потихонечку рос десятки лет, а потом взорвался на протяжении нескольких лет. То же самое ожидает криптовалюту, как молодую технологию. На этом всё, меня зовут Богатей Ищиди, надеюсь, видео было для тебя полезным или интересным. Если это так, почему бы не поставить лайк, ведь я стараюсь выпускать видео каждый день. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй, обязательно, Богатей, до скорого. Субтитры подогнал «Симон»!